Южно-казахстанский кентал Южно-казахстанский кентал все круто изменил. Кентал у суверенного Казахстана пожинает плоды былой индустриализации и нынешней бесхозяйственности. Когда мы, республика Казахстан, достиг до космоса, не можем закрыть несчастье после длительных отходов. Ветер будет, у нас туман, не могу, вот видишь, глаза болит, чешется, баба никогда, вот видишь, каждый день соль, купаться, купаться, жизни такой не было. Все болезнь, вот дерево сухой-сухой будет, шланг мы промываем каждый день, каждый день воду вырызгаем, черный-черный, жизнь кашляет, беду все зимой, лето кашляет. Рахиа Жумадулава прожила здесь почти всю жизнь. Самые тяжелые последние несколько лет, жалуется пенсионерка. Жить стало хуже, гибнет скот и растения. Вот и на Байлдырское хвостохранилище. Здесь порядка 150 миллионов тонн горной выработки. По оценке СЭС, отходы переработки содержат до 20 реагентов и дюжину высокотоксичных веществ. После ликвидации Мергалимского рудника Кентау содержать хранилище стало некому. Сегодня при малейшем дуновении ветра несколько населенных пунктов накрывает токсичная пыль. Видите? Вот это все. Аж уже смысла нету им расти. Это как второй Чернобыль. Я попадаю сюда. Никакой здесь льготы не получаем от этого. Экологические должны платить. А здесь и уран, и аммиак, и свиньцы, фосфор, все есть здесь. Вот это все химикаты поднимаются и город наполняет. Кривая здоровья и самочувствие жителей района за последние несколько лет резко пошла вниз, рассказывают местные врачи. Каждый приезжающий аким всегда дает слово о том, что закроют его или все-таки затопят в воде, чтобы вредность не представляла город. Но она остается пока на славах. Сейчас мы имеем статистику последних пяти лет, где по городу идет рост раковых заболеваний. Основные это кожные формы рака, дыхательных путей. Это непосредственно связано с пылью, которая покрывает город. В какие только высокие инстанции не обращались кентауцы, и все нерезультативно. Столичные чиновники живут своей отдельной от кентау жизнью. В республиканском масштабе отправляли экологию республикой Казахстан. И плюс недавно наш депутат городского масляхата Мухан Турспеков, он поехал от имени города именно по этому вопросу, по экологии. Опять он поехал, сдал материал в Сенат, например, в Астане. И приняли, как на экологию решить вопрос о экологии. Пять лет назад Байлдырское хвостохранилище, особо не слишком ломая голову, передали в коммунальную собственность города. Чиновники городадминистрации кивают на калькулятор. Безопасность и здоровье населения могут быть обеспечены банкнотами. Местный бюджет такие расходы никак не потянет. В плане, если нам средства выделят, в течение трех-четырех месяцев можно это закрыть, полигон. И, соответственно, безопасность для населения будет обеспечена. В начале года нам обещали, чтобы выделить эти средства из республиканского бюджета. Администратором программы был Министерство охраны окружающей среды. Но так как было степестирование республиканского бюджета, нам эти средства не выделили. Все, что сделано на сегодня, это проектно-сметная документация. Да и она обошлась бюджету города в 7 миллионов тенге. Общая сумма проекта на консервацию 107 гектаров хранилища – 268 миллионов тенге. Государство, которое тратит миллиарды на сомнительные проекты, не может позволить себе эти 175 тысяч долларов. Сейчас мы вошли в программу моногородов, единственный город в Южном Казахстане. Я считаю, что вот эти вот хвосты, они, ну, сейчас проблемы создают. На самом деле, это наше будущее. То есть, если завтра там находится очень много металла, и по содержанию они могут утилизироваться. Неподельный оптимист городского начальства простые кенталцы решительно не разделяют. Бездействие чиновников всех уровней ведет к кризису и обострению экологической ситуации. Такими темпами бывший южноказахстанский оазис рискует стать одним из центров радиоактивных отходов.